На Камчатке массовое, экстремальное и очень зрелищное соревнование на собачьих упряжках. Там стартовал известный на всю страну и не только фестиваль Берингия. Сложнейшие маршруты через леса и тундру, ну а основная гонка это тысячи километров с юга на север Камчатского полуострова. Геннадий Картелев о том, какие препятствия приходится преодолевать участникам. Вперед! Выигрывай всех! В этот раз! После длинной дороги к старту времени на отдых нет, сразу в деревянную упряжку. Валентин Левковский опытный каюр. Для гонки он подобрал самых лучших ездовых собак. Эти выносливые, тем держат, ритм по скорости. Заниматься надо, понимать собак, а не так там завести их и просто ездить. Тут правильно уход на собаках. Берингия – главное зимнее событие на Камчатке. Самая протяженная – экстремальная гонка на собачьих упряжках в Евразии. Пандемия не помешала проведению праздника, но меры безопасности усилены. Перед гонкой все каюры сдали тест на коронавирус. По традиции соревнования открывает забег самых юных спортсменов. В этот раз 69 участников. Рекорд! Он успокоится, убежать хочет. Перед началом гонки чувствуется напряжение. Собаки рвутся в бой. У каждой есть свой стимул. К примеру, особенное угощение. Жирок нервичий и мясо говядина. Мы их согреем теплом и накормим вкусным шурпой, опаной. И вот команда на старт. Четвероногие спортсмены один за другим уходят на дистанцию. Стремительно набирают скорость, несмотря на снег и бездорожье. Трасса Беренгии пролегает через леса и тундру Камчатки. Местами проходить ее очень сложно. Затяжные подъемы, крутые спуски, резкие повороты. Все это, конечно, выматывает и каюров, и собак. Но от этого гонка только интереснее. И результат всегда непредсказуем. Тут важно крепко держаться на нартах и уверенно отдавать команды. Включаются и драматические ситуации. Срочную помощь пострадавшим оказывают ветеринарные врачи. Впрочем, даже так участники не готовы сойти с дистанции. Герменская рабочая собака, они как волки работают. Лапы, вывихи, растяжение, драки. Драки потом реже, они сейчас пока в азарте еще. Потом они устают через несколько этапов и перестают драться. Этот зимний фестиваль проводится уже 31 год. Он зародился благодаря коренным малочисленным народам севера. Коряков, Эвенков и Чукчи учат управлять собачьей упряжкой с самого детства. Даже на сегодняшний день в отдаленных селах нарты – это порой единственный способ добраться куда-либо. Мы оседлые коряки, занимаемся рыбой, морзверем. Жители города – это просто как спорт. А для нас это, в первую очередь, традиции. Для нас транспортное средство. Возим дрова, возим воду. Летом мы ездим на побережье. Там готовим рыбу, там тоже ездим на собаках. Основная гонка Беренгеи пройдет по Камчатскому полуострову с юга на север. Почти тысячу километров спортсмены должны преодолеть примерно за две недели. В следующем году Беренгея может приобрести международный статус. Организаторы хотят пригласить каюров из Китая и Германии. Там уже давно проявляют интерес к этой уникальной гонке. Кеннадий Каталев, Янцевицкий, Юлия Авдовина. Первый канал. Камчатский край.